День Учителя Приходят с добром, с открытым сердцем, приходят поздравить, приходят показать свои умения, показать, что они любят, показать, в чем они преуспели. Это их хобби. Сегодня на сцене мы увидели удивительный спектакль. Фрагмент спектакля Кальперона «С любовью не шутит». Это совершенно искрометное действие. Мы аплодировали как сумасшедшие. Настолько были рады. В Международной школе Алматы дети по своей инициативе организовали целое торжество в честь праздника. Ученики с большим энтузиазмом готовились к этому дню. И преподаватели по достоинству оценили старания ребят. У нас талантливые. Они умеют петь, они умеют танцевать, они умеют говорить. И когда на сцену вышли ребята, 11 классы, а это у нас уже традиция, они так поздравляют учителей, вы знаете, слезы наворачиваются, потому что они вот-вот покинут школу, и впереди у них долгая и интересная жизнь. Очень хочется, говоря об учительстве, поздравить всех учителей с праздником, потому что это удивительный народ учителя. Это люди, которые действительно отдают все свое сознание. Поздравляли всех наших учителей, дарили им подарки, цветы и конфеты. Мы благодарили их за подаренные нам знания и их жизненный опыт. Также этот праздник занимает огромное значение именно в моей семье, так как в нашей школе выучились все мои сестры и братья. И мы стараемся каждый раз не забывать наших учителей и дарить им хорошее настроение. Уже 5 октября преподаватели из разных стран мира будут праздновать Всемирный день учителя. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. В этот день наша благодарность, наши цветы, наши поздравления адресованы вам. Вы вдохновляете нас идти вперед, развиваться и достигать своих целей. Мы обещаем вам достигать поставленных целей. Казахстан ждет солнечная дорога впереди. И это только благодаря вам и вашему терпению. Хочу поздравить учителей с их профессиональным праздником. Хочу пожелать им счастья, здоровья, а главное терпение. Хочу сказать, что мы их сильно любим, потому что они играют очень важную роль в нашей жизни. Поздравляем с Днем Учителя! Поздравляем с Днем Учителя! Какие еще новости поразили весь мир, узнаем далее. На сайте FIFA продолжается голосование по выбору талисмана Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. На заветное звание претендуют три кандидата – Тигр, Волк и Кот. Авторы персонажей – студенты российских художественных вузов с нетерпением ждут итогов народного голосования. Кто из них станет победителем, будет известно 21 октября. В Австралии прошли забеги такс. Сто собак в экстравагантных костюмах преодолели дистанцию в 15 метров. Хозяева четвероногих спортсменов не скрывали своих эмоций. Они громко подбадривали питомцев. Организаторы мероприятия решили, что одного забега мало, и устроили модный показ, где главными звездами стали тоже таксы. В Милане отгремела неделя моды. Наряды от Донателла Юльсачи больше всего затронули умы ценителей красоты. Одежду в стиле спортивных шик представили одни из самых известных топ-моделей мира – Ирина Шейк, Джиди Хадид и Наоми Кэмпбелл. Черная пантера появилась на подиуме в свободной юбке с запахом и блузке на молнии. В руках она несла рюкзак. Именно он стал главным аксессуаром на показе. Судя по коллекции, следующей весной и летом в тренде будут черный, синий, фиолетовый и зумрудно-зеленый цвета. Более трех тысяч байкеров из Белоруссии, России, стран Балтии и Западной Европы приняли участие в параде. Организаторы мероприятия посвятили его закрытию мотосезона в Минске. Помимо традиционного мотопробега, зрители увидели в этот день показательное выступление сотрудников ГАИ. В завершении праздника все присутствующие насладились концертом и красочным салютом. 133 года назад в этот день в Семипалатинске была открыта универсальная библиотека имени Абая Кунанбаева. На тот момент книжный фонд состоял всего из одной тысячи экземпляров печатных изданий. Ну а в 2012 году, 3 октября, в Кустанай прошел Республиканский фестиваль театрального искусства. Он был посвящен столетию Илья Самарова. Чем еще запомнился этот день миру, узнаем из уст наших корреспондентов. 71 год назад, 3 октября, в возрасте 10 лет, Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. В 1941 году американские химики Лайл Гютьхио и Уильям Салливан запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов. 87 лет назад Королевство сербов, хорватов и славянцев получило официальное название Югославия. В 2013 году, 3 октября, в Анкаре состоялась презентация детского романа «Жемчужины» казахстанской писательницы Марии Кельберг. Книга переведена на турецкий язык. Три года назад Союз писателей Казахстана объявил о начале приема детских литературных произведений на ежегодный конкурс «Балаусам». В 2013 году в Национальной академической библиотеке Казахстана в Астане состоялась презентация сборника стихов казахского классика Макжана Жумабаева, переведенных на татарский язык. Три года назад, к 350-летию, Тулеби в Таразе был возведен памятник великому бию. В 2012 году в Астане прошла презентация фотоальбома «Алла Шорда». Четыре года назад в Алматы в Государственном музее искусств имени Костеева прошла персональная выставка Германа Титова и называлась она «Параллели». Возможно, именно этот день станет для вас благоприятным в новых начинаниях. Впереди нумерологический прогноз от АСУ «Ахимовы». Смотрим! Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре понедельник, 3 октября 2016 года. Цифра дня в нумерологии 13, а цвет дня усиливающий вибрации этого дня в зеленых оттенках. Это день творческих начинаний. Работа над собой и, может быть, где-то изменение сценарий своей жизни будет более продуктивным и успешным. Составить план действий на ближайший месяц сегодня также очень хорошо, поскольку это может принести изменения в вашей жизни и изменить ее действительно к лучшему. Очень было бы хорошо составить план действий на ближайший месяц именно сегодня и действовать согласно намеченным целям. Избегайте обманных ситуаций и неправильных финансовых вложений, так как в первой половине дня эти риски наиболее вероятны. Используйте свои вкусы и обаяния, а также ораторские способности с новыми знакомствами. Предложение руки и сердца сегодня делать наиболее благоприятным, так что влюбленные не упустите свой шанс. Казино и азартные игры сегодня не приветствуются, так как несут потери. Очень хорош для обучения любых новых знаний. Продуктивного вам начала недели. Всего вам самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Витамин для болезней. Бумагу из дерева. Бумагу делают из листьев. Листьев. Из дерева. Бумагу делают из деревьев. Первое сияние. Первое сияние. Это снег. Это солнце, которое отложится от зелков. Тетя, дядя там, хороший. Иногда плохой. Строгий. Большой. Хороший и добрый. Строгий. Айгуль Исагулова. Координатор по внутреннему и въездному туризму Казахстанской туристской ассоциации. Окончила географический факультет по специальности инженер-гидролог. Преподавала в училище, работала в издательстве, благотворительном фонде, а также в посольстве Казахстана в Москве. С 2007 года работает в Казахстанской туристской ассоциации. Айгуль, доброе утро. Спасибо, что пришли к нам в гости. Доброе утро. Слушайте, о туризме всегда приятно говорить. Туризм подразумевает отдых, развлечение, путешествия. Расскажите о трендах внутреннего туризма в нашей стране, ну и какие места являются самыми излюбленными у туристов, самые популярные на сегодняшний день. Очень хотелось бы сказать о том, что для внутреннего въездного туризма сегодня в Казахстане сложились очень хорошие условия. И если говорить о популярных местах, которые посещают турист, как иностранные туристы, так и наши граждане, это природные достопримечательности. Вы знаете, как Казахстан богат природными достопримечательностями. Это наши великолепные национальные парки, это заповедники, заказники, ну и просто природные места. Помимо национальных парков, очень любят у нас казахстанцы отдыхать, как вы понимаете, пляжный туризм. И эти места также популярны, как, которые находятся, допустим, на территориях парка, так и вне. Это Алаколь, замечательное место, которое набирает силу. И в этом году он существенно оттянул поток казахстанцев, который ездил в Киргизию на Иссык-Куль. Нас это очень радует. И небольшие другие реки и озера, водохранилища, которые также очень популярны среди казахстанцев, а также гостей нашей республики. Айгуль, расскажите, пожалуйста, какие все-таки тенденции внутреннего туризма в Казахстане и почему именно такие? Почему как бы складывается так ситуация? Внутренний туризм – это туризм для наших казахстанцев, для наших граждан, которые путешествуют внутри страны. Наш турпродукт стал привлекательным в ценовом отношении. Также свою роль сыграла долгое время проводимая политика. Она дает результаты позиционирования туризма как одной из отраслей Казахстана, которая имеет прекрасные перспективы. То, что у нас рынок развивается. Показатель того, что иностранный турист заинтересовался нашими объектами, которые, в общем, все больше и больше рекламируются на разных площадках. Это выставки, это фильмы замечательные. Есть удивительные фильмы, которые за последнее время выпущены о Казахстане, о природных и других достопримечательностях. Ну и работа, я думаю, турфирм, которые стали обращать на то, что нужно уже и для своих работать, и для въездного туризма. Это же серьезный хороший пример для иностранных гостей, которые видят, что и местное население, если проводит время, отдыхает на этих местах. Я говорю, абсолютно. Дело в том, что внутренний туризм, он вообще локомотив для въездного туризма, потому что, ну, как потребности казахстанцев уже достаточно сопоставимые с потребностями, допустим, всего мирового рынка туризма. Рынок и объекты туристки, они уже соответствуют современным требованиям. А так как Казахстан, если мы отработаем этот турпродукт, скажем, на нашем, на внутреннем рынке, то он, естественно, это и показывает сегодня опыт и практика, естественно, он и потребляем, и готов к потреблению для въездного туризма. Альгария, какие виды существуют туризма в нашей стране на сегодняшний день? И расскажите, появились ли новые какие-то виды, ну, благодаря подобной ситуации? Самым распространенным видом туризма – это майс-туризм, деловой туризм, да, это тоже относится к туризму. Очень многие годы Казахстан проводит политику, удобную для инвесторов, и по деловым целям много приезжает, естественно, и раньше приезжали, и продолжает приезжать. Ну, так называемый деловой туризм – это основной вид. Очень привлекательным и сильно, хорошо развиваемым является экологический туризм, природный туризм. Вообще экологический туризм, он включает многие виды туризма. Вот природный туризм, сельский туризм, фермерский туризм, крестьянский туризм, этнографический туризм. Сейчас уже к туризму можно отнести и экстремальный туризм, виды туризма, и краеведческий туризм. То есть, в общем, я думаю, что как объект природа включает разные виды туризма, ну, и горнолыжный туризм, да. То есть, вот, экологический туризм, я считаю, это один из самых перспективных на сегодняшний день для Казахстана и востребованный. Есть и другие виды туризма. Лечебный туризм, да, медицинский. Это тоже сегодня очень актуально. Но сегодня очень много делается для развития внутреннего медицинского туризма. У нас в Казахстане сейчас много интересных лечебных заведений, да, вот, государство очень много сейчас делает, открывает интересные центры диагностические, лечебные, да, научные центры медицинские, которые уже завоевывают популярность среди местного населения. Люди приезжают, ездят в эти центры делать диагностику и проводят лечение, а также приезжают из стран СНГ. Это вопрос еще времени раскрутка этого медицинского туризма, но уже сегодня потребитель получает удовлетворение своим требованиям, то есть цена-качество, да. Ну, вот, как бы, это тоже перспективный вид туризма, который… Немаловажно. Ну, давайте поговорим об обратной стороне медали, все-таки, в любом случае, есть проблемы развития внутреннего туризма. Можете ли вы их сейчас озвучить? Какие они и каковы пути решения? Из нашего опыта, это опыт туристских компаний, которые много работают и сталкиваются, и нам видится, что есть пути решения, но в первую очередь это поддержка государства. Вы знаете, для того, чтобы развивать внутренний туризм, а он, как я уже говорила, станет локомотивом для въездного туризма, нужна поддержка государства, очень серьезная поддержка. Но в первую очередь, для того, чтобы этот турпродукт стал удобен и доступен для всех слоев населения, в зависимости от потребности. Есть, например, так называемый детский туризм, который, в общем, во всех сферах, вот тоже природный туризм. Вот для того, чтобы развить детский туризм, школьный, студенческий, социальный, да, безбарьерный туризм, для этого нужно очень серьезное вложение государства. Начиная от инфраструктурных решений, да, для места размещения недорогие, удобный, недорогой транспорт, поддержка туркомпаний, для того, чтобы они могли этот турпродукт создавать, чтобы потребитель социально уязвимый мог купить. А для этого существует очень много разных решений, какой выберет государство, это, конечно, другой вопрос. Ну, мы же не первый день сегодня на рынке и знаем, что многие страны и раньше были серьезные дотации для детского и юношеского туризма. То есть государство брало на себя альвиную долю расходов и за счет этих средств, которые выплачивалось государство, могли происходить какие-то инфраструктурные дела. То есть эти объекты развивались и уже могли дальше хозяйственной деятельностью, ну, сегодня это вот на поверхности лежит, то есть дать возможность туррынку, инфраструктурным предприятиям, да, базам отдыха, транспортным компаниям, турфирмам, заработать, иметь гарантированный заказ от государства о том, что они, если создадут этот продукт, этот продукт будет куплен государству. И остальную часть он может развивать и эти средства направлять на то, чтобы этот турпродукт развивать и улучшать. И, естественно, если этот турпродукт станет доступным, интересным, хорошим, то он будет востребован и при въездном туризме. Скажите, пожалуйста, вот концепция развития туристской отрасли в Казахстане до 2020 года, это программа, что она из себя представляет? Эта программа представляет собой три этапа, да, первый этап до 2016 года, вот он заканчивается. То есть эта программа уже вступила в себя? Она вступила, она действует. Второй этап с 2017 до 2018 года и третий этап до 2020 года. У нее есть свои, на каждом этапе есть свои задачи, есть планы, есть цели. И если она будет реализована, конечно, для индустрии туризма, а задача в этой программе как раз эту отрасль развивать, и чтобы она могла приносить, естественно, как всякая отрасль, доход государству, да, то есть планы там хорошие. Но все-таки хочется отметить, что проведение разного рода международных проектов, событий, мероприятий на территории Казахстана также способствует развитию инфраструктуры, привлечению иностранных туристов. Поэтому, друзья, активно участвуйте в подготовке к экспо, к тому же самому 2017, к универсиаде в Алматы Альгуль. Спасибо вам большое за исчерпывающую беседу. У нас есть приятная традиция под занавес, и нам будет тоже приятно, чтобы вы сделали какой-то посыл нашим телезрителям, потому что путешествия отдыхать любят все, а внутренний туризм, так как он развивается, туристов по ту сторону хоть отбавляй. Поэтому ваше пожелание нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, я хочу пожелать вам больше изучать природу нашей страны, достопримечательности не только природные, археологические, очень интересные, этнографические. Путешествуйте больше, поддерживайте внутренний туризм, обогащайтесь культурой нашего государства. Всего вам хорошего. И вам огромное спасибо. И удачи. Спасибо. Воплощение вашей герой. На этой замечательной ноте об отдыхе, об приятных перспективах нашей страны мы завершаем и нашу программу. Это была программа «Женакон». Всем желаем хорошего дня, ну и, конечно же, приятного настроения. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»